День знаний с традиционными линейками прошел во всех школах Владивостока. После летних каникул ребята вновь сели за родные парты, а кто-то впервые увидел своих одноклассников. День знаний – праздник во всех школах страны. И в 13-й школе с углубленным изучением английского языка города Владивостока. Это событие, которое очень волнительно, и мы ждем его, конечно, готовимся. Это праздник для наших ребят, в первую очередь для первоклассников и выпускников. Это праздник для всего педагогического коллектива. Учителя, работающие в 13-й школе, безусловно, высокопрофессиональные люди, которые имеют возможность и самое главное – желание воплощать в жизнь самые интересные, яркие проекты. Благодаря их труду ребята высоко носят звание выпускник 13-й школы. Некоторые выпускники до сих пор ходят на линейки по случаю Дня знаний, но теперь уже в роли родителей. Так семья Варнаковых поколениями учится в стенах 13-й школы. 13-я школа является для нас такой базой, в которую мы отправляем своих детей. Я сам ее закончил, и сегодня уникальный год с 7 членов нашей семьи, маленьких членов нашей семьи. Кто-то заканчивает, кто-то приходит в первый класс. Этот учебный год начался с открытия первого в России налогового класса. Программа рассчитана на учеников 10-11 классов. В прошлом году, кстати, на ВЭФ мы подписали соглашение с Министерством образования Приморского края о создании первого в России налогового класса. Год мы готовились, создавали программу, идеи, что мы хотим донести до детей в этом налоговом классе. Бонусом для тех, кто будет обучаться в этом налоговом классе, будет не только получение новых знаний, но, кроме того, у них будет возможность получить высшее образование на бюджетной основе. Редакция 8-го канала поздравляет всех причастных с Днем знаний. Желаем отличных отметок, теплых отношений с одноклассниками и новых побед. Пусть этот учебный год будет отправной точкой для всех к покорению новых вершин. Постигайте неизведанные. Помните, что образование – это основа жизненного успеха. С Новым учебным годом! Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.